Я обещала показать работу во что бы то ни стало. Вот можете на нее посмотреть. Размер большой, но все по моему выглядит достаточно гармонично. Здравствуйте. Сегодня вам хочу рассказать о некоторых нюансах, которые не вошли в процесс вязания, которые я не осветила в прошлых мастер-классах по поводу кофты на бромстике. Спинку я начала вязать на 160 иглах, а полочки вязала на 80 иглах. Поэтому у меня перед получился шире, чем спина, ровно на ширину вот этих двух планок. Это примерно 11-12 см. Разумеется, сразу разъехалась и горловина переда на эти же 12 см. Но это полотно очень хорошо присобирается. я присобрала вот на эту планку по горловине с фистончиками. Здесь у меня 22 зубчика, 22 рапорта по 8 петель и 5 раз по 4 ряда в высоту. Я бы даже сейчас сделала бы уже не 22, а 20. Ещё бы припосадила. Вот. Поэтому тут не возникло никаких проблем. что касается плечевых скосов. Я бы их уже делать не стала. Не нужны они. Полотно хорошо растекается, комком не встаёт. Поэтому то, что не выполнен плечевой скос, ничего страшного бы не было. Это бы не придало никакого изъяна самому изделию. Но вот выточку я бы сделала. Выточку попереду. Выточку сделать очень просто. То есть часть полотна набираете на ровно стоящую, на горизонтально стоящую горебёнку. И часть полотна набираете, горебёнку ставите наискосок. Собственно вот и всё. То есть перед был бы длиннее спины на один цикл. Рукава. Рукава я бы тоже не стала делать вот эту вот убавку по краю полотна. Я бы сделала просто трубой. И всё. Единственное, что бы я сделала на рукавах, я бы их начала сбросывать полотна. Потом один-два ряда окулярной глади с открытыми петлями. И сверху вниз бы связала. А потом бы навесила открытые петли, навесила по проему спины и проему полочки. И соединила бы, как закрывают петли через колки, соединила бы эти два полотна. Не нужны вот эти вот добавочные вот эти вот линии. Она мне не очень нравится. По поводу подола. Я была не очень уверена, что мне хватит пряжи. Поэтому начала просто с четырёх рядов окулярной глади. Ну, даже если бы хватало под пряжи мне, то... Дело в том, что если сделать внизу планку, такую же, как вот по переду, как по горловине, то у меня бы получилась бы рама, и в этой раме получился бы квадрат, чего мне, конечно, не хотелось. Добавим сюда ещё, что работа розового цвета. В общем, картина называлась бы «Миссис Пигги». Чего мне хотелось очень избежать. Вот, поэтому... Но подол у меня сильно растёкся, очень разъехался. Его надо было чем-то более стабильным присобрать. Я присобрала его крючком, зубчиками, вот такими мелкими зубчиками присобрала. Вязать крючком махер оказалось совершенно невозможно. Да ещё по махеровому полотну цеплялось страшно. То есть, нереально было связать. Поэтому нужна была какая-то гладкая пряжа. Это делается очень просто. Вы идёте в магазин по рукоделию и ищите там шерстяную мулине. Палитра там очень богатая. Всегда можно подобрать в цвет. Вот, что я и сделал. Я купила два моточка по 20 метров. И в две нитки я обвязала вот этими зубчиками край полотна. Я всегда вяжу сначала спину и перед, или спину две полочки. И делаю обработку горловины. Соединяю плечевые швы. Делаю, если нужны планки, значит планки. И только после этого я приступаю к расчёту рукавов. Почему? Потому что большое полотно себя, как правило, ведёт несколько иначе, чем полотно на образцах, когда мы вяжем. Вязать огромные образцы смысла нет. Вот. А у нас тут вот получается спина. Это огромный образец. И когда у вас спина и перед всё собрано, вы можете на себя померить горловину. Уже встала так, как она будет стоять. Вы видите, как у вас плечевые швы не ушли, не завалились они назад, не стекают ли они вперед. И вы можете ещё чётко понять, где у вас плечо заканчивается. И с этого места... Я даже иногда просто беру фломастер, маркер. Вот так вот прям по себе рисую на руке. Измеряю длину рукава. Потому что плечо может уехать как вниз, так и немножко вверх подняться. Вы никогда не угадаете это. И уже на полотне, обычно по полотну, ну, вы можете определить... Прямо сантиметр прикладываю уже к большому полотну, к спине, вот, может быть, в данном случае. И уже считаю по рисунку, сколько у меня тут нужно мне на длину. Более того, я просто могу взять и приложить это полотно к себе, да, к той метке, которую я оставила. Ещё раз проверить, а если так положить, то сколько у меня получится рядов. Вот. Можете всегда прикинуть ширину рукава. То есть можно посмотреть в районе плеча, какая должна быть ширина. Прямо уже на готовом полотне. Какая длина, значит, и манжета. Обычно на спинке или на переде есть элементы, которые будут на манжете. Как правило, редко когда их не бывает. И всегда мы манжету можем тоже довольно точно вычислить. То есть просто приложить к запястью вот ту часть, которая у нас будет на манжете. И посмотреть, сколько будет на манжете петель. Это легко понять. Вот. Я постаралась вам показать максимум, что можно сделать на бромстике. То есть и скосы, и убавки по краю полотна, внутренние убавки. Ну, конечно, такое полотно можно вязать и на... Ну, комбинировать его. То есть делать мережки на вытянутых петлях. Вытянутые петли выкладываются разными способами. Я показала один. Но здесь разными способами можно их уложить, собрать эти петли. И сделать мережки. Но на вытянутых петлях очень хорошо делаются внутренние убавки. Поэтому очень интересно на них можно сделать круглые кокетки. С интересным узором для каких-то ажурных летних вещей. Мы можем перемежать полосы бромстика с какой-то кулерной гладью, с однофонторным жаккардом, с ажурами. Можем все это делать. Вот, что я вам хотела рассказать. Да, если по переду идет разрез и планка, в данном случае одну полочку, когда я вязала одну полочку, я собирала петли в пучок по пять петель справа налево, а по другой полочке слева направо. Это было сделано для того, чтобы вокруг планки они легли зеркально симметрично. Иначе они будут все в одну сторону направлены. Это будет некрасиво. На рукавах это было делать необязательно, но я из любви к искусству это сделала. Тут тоже зеркально симметрично. То есть по одному рукаву собирала петли справа налево, по другому слева направо. Это незаметно, это непонятно где и что. Можно было этого не делать, но вот я и сделала. Ну вот, что я вам хотела рассказать про эту работу. Желаю вам интересного вязания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok